Привет! Мы с вами находимся на юге Москвы в промзоне Котляково, недалеко же из дорожной станции Чертаново по Верецкому направлению. И здесь от промышленной улицы и почти до железной дороги по Верецкому направлению, как раз недалеко от платформы Чертаново, проходит тупиковый тарный проезд. Также в конце проезд находится обрак перед речкой Чертановкой, который там внизу в этом обраке протекает. Проезд двустороннего движения таблина транспорта по одной полосе в каждом направлении. Ну и тротуар здесь есть лишь местами, вблизи промышленной улицы, только по одной стороне проезжей части. Ну а так в основании забора для пешеходов, дорога в общем явно не предназначена, тут в основании приезжают на машинах, на автобусах, по большей части в бюро субмедэкспертизы. Длина этой проезда около одного километра. До 1660 года здесь была подмосковная территория, находились разные, так сказать, селения подмосковные, ну на реке Чертановке, ну и вообще такая в целом подмосковная территория. Очевидно, этого проезда тогда еще не было, был, собственно, той застройки, которую мы сейчас видим, ну а потом потихонечку, соответственно, все стало застраиваться. В 1665 году проезд получил свое нынешнее название по карному заводу, который тут в советское время находился. Сейчас этого завода уже нету, поэтому название уже теперь стало историческим. Хотя, в принципе, в общем-то, склад складок есть довольно много, ну и заводов, конечно, в принципе, почти нету, пожалуй, кроме одного. Ну а в остальном, в принципе, промзона есть промзона, так что название, оно немножко такое, конечно, сразу определяет нежилой характер, так сказать, застройки этого проезда. Ну и вообще, такое его больше, такое именно, так сказать, ну, именно нахождение в промзоне, скажем так. И здесь, действительно, жилых домов нету, здесь находится, собственно, производственное здание под номером 1, мусороперабатывающий комплекс Коплякова с базой мусоровозов, вот, под номером 2, снегоплавильный пунктарный, рядом находится складов довольно много. Ну, это единственный завод, который здесь работает, это завод Ацетилен под номером 1, предприятие, основанное еще в 1942 году, и является крупнейшим производителем растворенного Ацетилена даже в Европе, а не только в России. Ну, применяется он, условно, для сварки и резкий металл. Вот, ну и так, вообще, много складов. Есть тренировочная трасса для мотокросса за поворотом тарного проезда в железной дороге, примерно в середине, там, за заводом Ацетилен находится. Также за концом тарного проезда и в железной дороге находятся гаражи, и всякие там овраги. Ну, а самый главный объект здесь, это, конечно, бюро судебно-медицинской экспертизы, с кафедрой судебной медицины, лечебного факультета Медицинского университета имени Пирогова, моргом и ритуальным травмозалом для проведения гражданской панихиды. Задание по номер 3, так и два современных восьмиэтажных корпуса, соединенных между собой в проходном галереи на третьем этаже. Ну, сюда, поэтому многие приезжают, как раз попрощаться. Обскрытие проводится, ну и, в общем, прощание с усопшими. Вот, естественно, ничего интересного здесь нет, уж, конечно, для прогулок этот проезд, ну уж, никак не предназначен. Ну, а добраться до него можно очень сильно далеко от метро, от метро Катимирская, лучше стоять на автобусе 839-м до конца, причем она работает, по-моему, только по будним дням, а по выходным нет. Ну, когда вот, как раз, бюро судебно-экспертиза приезжает, наверное, тогда, когда она работает. Вот, весь проезд он проезжает, как раз до самого конца. Вот и все. Ну, а так можно еще с железнодорожной станцией, платформой Чертанова, там, пешочком пройти, через промышленную улицу, от которой как раз этот тупик, этот проезд начинает. Ну, по сути, он тупик, да. Ну, проезд тупик, в принципе, проезд тоже вполне такой нормальный название. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok